Здравствуйте! С вами программа «Неделя города» Марина Романюк на ваших экранах. Смотрите в выпуске. Семья, уровень жизни, культурное наследие. Владимир Путин в послании к Федеральному собранию обозначил основные приоритеты. Простым языком. На правительстве говорили об уборке снега и городском автотранспорте. Крупным шрифтом. В марте нас ждут изменения в законах. Какие – расскажем. Заезжай живи. Дом на улице Пушкина фактически отремонтирован. Солидная прибавка. Депутаты Рязанской городской думы увеличили бюджет. В центре города заметили несколько экипажей ДПС. Сообщение с таким заголовком появилось в социальных сетях. Причина скопления машин – рейд по тонировке. Прошел он на улице Соборной. Цифры эти – не что иное, как светопропускаемость передних боковых стекол. Для сравнения норма – 70%. У этого водителя практически в 7 раз меньше. Естественно, это нарушение. В случае выявления таких нарушений водители будут привлечены к административной ответственности по части 3.1 ст. 12.5 КОАП РФ. Данная статья предусматривает наложение административного штрафа в размере 500 рублей. За невыполнение законных требований сотрудников полиции законодательством предусмотрено наказание вплоть до 15 суток административного ареста. Варианта у водителя два. Первый – так сказать, растонироваться прямо на месте. Пленку эту, говорят инспекторы, оторвать со стекла куда легче, чем приклеить. Второй вариант – если времени у водителя, ну, совсем нет, получить так называемое требование от сотрудников госавтоинспекции. В таком случае мороки прибавляется. Нужно растонироваться в течение суток, а после съездить в госавтоинспекцию и показать, что нарушение ты устранил. В любом из вариантов от пленки придется избавиться и штраф заплатить. С января сотрудниками госавтоинспекции выявлено больше 3700 таких нарушений. И это цифры только на начало года. Рязанская область вошла в пилотный проект по восстановлению объектов культурного наследия. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Он предложил сформировать долгосрочную программу в этой сфере. Кроме того, обозначил основные направления развития нашей страны. Поддержка семей с детьми – наш фундаментальный нравственный выбор. С этим посылом Владимир Путин обратился к российским регионам и заявил о создании нового национального проекта «Семья». Он предложил продолжить семейную ипотеку до 30-го года. Особое внимание семьям с детьми до 6 лет. Пролонгации подлежит и программа материнского капитала. Российские регионы в дополнение к федеральным программам реализуют свои меры поддержки семьи с детьми. Я хочу прежде всего поблагодарить коллег за эту работу и предлагаю дополнительно помочь субъектной федерации, где уровень рождаемости ниже среднероссийского. Это особенно важно для центральной России и северо-запада. Вот в 2022 году в 39 регионах суммарный коэффициент рождаемости был ниже среднероссийского. До конца 30-го года направим таким регионам не менее 75 миллиардов рублей, чтобы они могли нарастить свои программы поддержки семей. Средства начнут поступать со следующего года. Еще один новый нацпроект для сельских территорий и так называемых депрессивных регионов, где продолжительность жизни пока ниже, чем в среднем по стране. Национальный проект так и назовут продолжительная и активная жизнь. Ну и разумеется здоровый образ жизни по-прежнему в приоритетах руководства страны. Спортобъектов будет больше, они станут доступнее. Предлагаю за счет федеральных ресурсов ежегодно строить в регионах, прежде всего в малых городах, сельских территориях, дополнительно не менее 350 спортивных объектов. Это и универсальные комплексы, и быстровозводимые площадки, где смогут заниматься и дети, и взрослые, и целые семьи. Дополнительно направим на эти цели за 6 лет порядка 65 миллиардов рублей из федерального бюджета. Условия для занятий спортом должны быть в вузах, колледжах, в школах и дошкольных учреждениях. Кстати, многие наши детские сады были открыты еще в советское время и нуждаются в обновлении. Со следующего года начнем программу их капитального ремонта. Люди постоянно об этом говорят. Отдельно глава государства остановился на вопросах регионального развития. К 30-му году все регионы должны стать экономически самодостаточными. Для этого государство идет на беспрецедентные меры. Владимир Путин озвучил их по пунктам. Прежде всего, надо снизить долговую нагрузку субъектов Российской Федерации. Считаю необходимым списать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам. По оценке, это позволит им сохранить порядка 200 миллиардов рублей ежегодно с 2025 по 2028 год. Обращаю внимание, эти сэкономленные средства должны быть, что называется, окрашены и целевым образом направлены регионами на поддержку инвестиций и инфраструктурные проекты. Далее. В 2021 году мы запустили программу инфраструктурных бюджетных кредитов объемом 500 миллиардов рублей. Затем расширили ее до 1 триллиона. Напомню, что такие кредиты предоставляются регионам под 3% годовых на срок до 15 лет. Это отличный инструмент для развития. Эти средства выделяются на проекты развития, и регионы отмечают высокую эффективность такого механизма. Эти кредиты не списываются. Но в текущем году субъекты федерации начнут гасить эти долги. И средства, которые возвращаются в федеральный бюджет, предлагаю вновь вкладывать в развитие регионов, направлять их на выдачу новых инфраструктурных бюджетных кредитов. Отдельно президент остановился на сохранении культурного наследия страны. По словам Владимира Путина, старинные здания, усадьбы, храмы – это зримое воплощение нашей национальной идентичности, неразрывной связи поколений. В пилотный проект вошла и Рязанская область. Такие механизмы опробуем в текущем году в пилотном проекте Института развития Дома РФ. В нем примут участие 5 регионов. Собайкалья, Новгородская, Рязанская, Смоленская и Тверская области. А к 2030 году по всей стране надо привести в порядок не менее тысячи объектов культурного наследия. Дать им вторую жизнь, чтобы они служили людям и украшали наши города и селы. Те, кто сейчас защищает рубежи нашей страны, должны стать новой элитой России. В этом Владимир Путин твердо убежден, и поэтому он анонсировал новый образовательный институт – «Время героев». Определять дальнейшую политику и развитие страны теперь будут те, кто ее защищает. Депутаты Рязанской городской думы увеличили бюджет города почти на полмиллиарда. Деньги пойдут на первоочередные нужды, в основном социального характера. Но начали народные избранники с доклада силовиков по улучшению общественной безопасности. Уровень преступлений в области общественного порядка и безопасности в Рязани неуклонно идет вниз. С этого начал доклад перед народными избранниками заместитель начальника городской полиции Сергей Сорокин. В целом количество преступлений снизилось на 5%, значительное уменьшение по грабежам и разбоям. Есть успехи у правоохранителей с профилактикой смертей на дорогах, их стало меньше, а также в сфере борьбы с наркотиками. Но город сегодня стал целью кибермошенников. С ними справляться получается не всегда. Раскрытие данного вида преступлений представляет собой трудоемкий процесс, так как зачастую злоумышленники используют специальные программы для подмены номеров, используют номера IP и облачной телефонии, а также элементарную доверчивость граждан. На территории города Рязани по итогам 2023 года наблюдается рост преступлений, совершенных с использованием информационных технологий в сфере компьютерной информации на 7,5%. Данный рост характерен для всех районов города Рязани и обусловлено активизацией преступной деятельности с территории недружественных государств. Доходная часть городского бюджета после прибавки в 461 с лишним миллионов рублей перевалит за 17 миллиардов. Расходы тоже вырастут в основном по социальным статьям. Депутаты Рязанской городской думы активно уточняли сумму и цель по некоторым строчкам списка. Все траты оказались важными. 173,3 миллиона рублей ежемесячно денежные вознаграждения за классное руководство. 96,2 миллиона рублей благоустройство общественных территорий, лесопарк, сквер имени маршала Березова, Новопавловская роща, Черезовские пруды. 77,4 миллиона рублей повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере образования в связи с увеличением минимального размера оплаты труда. В списке дополнительных расходов также обустройство детских технопарков в 63-65 школах, горячее питание для младшеклассников, социальные выплаты молодым семьям. Дорожный фонд получит сверху 2 миллиона, 20 пойдут на закупку техники для уборки города, еще 40 на приобретение реагентов. Сейчас цена на них вдвое ниже. Весь список дополнительных расходов народные избранники поддержали единогласно. Разговаривать на простом человеческом языке призвал членов регионального правительства Павел Малков на заседании правительства. Все доклады, по его словам, изобилуют концеверизмами, которые нужно искоренять. И касается это практически всех чиновников. Первая тема на правительстве сезонно-традиционная. Капризная февральская погода принесла в регион так называемую низовую метель. Дороги перекрывали в Скопинском, Ухоловском, Сапожковском районах. Снежные заносы фиксировали на 68 участках автотрасс. Их общая протяженность – 701 километр. На открытых участках скорость ветра достигает 12-15 метров в секунду. При фактической температуре воздуха минус 3 градуса Цельсия ощущается минус 8-10 градусов. Интенсивность наноса снега достигает от 1 до 3 часов после прохода техники. Комбинированные дорожные машины, которые мы традиционно видим при обработке дорог песко-соляной смесью, в этом случае малоэффективны. Для устранения данных последствий на помощь подрядам организациям по содержанию привлечена тяжелая техника сторонних дорожных строительных сельскохозяйственных предприятий в количестве 32 единиц. О качестве техники говорили рязанцы и в отношении городского автотранспорта. Если с парком УРТ все более-менее ясно, тут обновление идет полным ходом, то у коммерческих перевозчиков маршрутки зачастую не выдерживают никакой критики. Самые большие рычаги – это, конечно же, расторжение договоров, которые есть на сегодняшний день. На сегодняшний день мы отслеживаем работу коммерческого транспорта по выполнению их графика перевозок. Все результаты будут известны по стечению квартала. У нас есть возможности обязать их разместить телефон горячей линии у себя во всем подвижном центре. Давайте мы тогда, во-первых, проверим работу своей горячей линии, чтобы там действительно снимали трубки и действительно фиксировали нарушения, потом их прорабатывали. И вот такое объявление, как не раз я это видел, такую практику. Есть жалобы – обратись по такому-то номеру. Давайте мы это сделаем. У нас каждый день огромное количество людей на общественном транспорте ездит. Это, по сути, лицо города. И мы должны прийти к такому современному комфортному транспорту. Важно, чтобы было в одинаковом оформлении, в том числе внешнем, в хорошем состоянии, с соблюдением графика движения, чтобы работало. И частный транспорт к этому так или иначе будем тоже приводить. Освобождение от транспортного налога родителей и супруги бойца, погибшего в зоне СВО, на правительстве обрело юридическую силу. Льготу предоставят на автомобиль или мотоцикл без ограничения по мощности и бессрочно. Жильцы дома по улице Пушкина уже могут смело въезжать в квартиры. Внутренняя отделка завершена. Об этом в интервью нашему телеканалу заявили представители компании-подрядчика. За период ремонта они укрепили фундамент, заменили окна, двери, инженерные системы. Заново провели электропроводку. Капитальный ремонт дома по улице Пушкина завершен. По крайней мере внутри, а именно это было необходимо для заселения жильцов. Анастасия Сиднева переехала в квартиру раньше других. Были обстоятельства и весь ремонт, по сути, прошел на ее глазах. Говорит, сделали все качественно, как договаривались. Диалог был хороший с подрядной организацией. То есть было голосование, кто за какой вариант. Было два варианта. Либо у всех все одинаковое, либо кто-то, кто может, выбирает. Естественно, у нас был до этого тоже хороший ремонт. Мы проголосовали за второй вариант, чтобы выбрать себе то, что нравится. Все качественно, то есть все заменено. Плитка, герамогранит на полу. Поэтому и стоит и раковина, и ванна, и смесители. В общем, все это было уже при въезде в квартиру. В какое время заезжать в квартиру, каждый решает для себя сам. Кто-то уже обживается, а кто-то вообще был здесь только в начале перестройки. Индивидуальные нюансы планировки подрядчик решает на месте. Тем не менее, факт остается фактом. Жить здесь уже можно. А некоторые детали внешнего контура дома строители доделают чуть позже. Работы внутри дома выполнены на 100%. Людям ничего не мешает заезжать. Первый подъезд заселен 50%. Второй сегодняшний день начинают заезжать, заселяться. За весь период был усилен фундамент. Залиты на первом этаже новые полы. Полностью дом усилили. Оконные проемы обоймами усилили. Швелером стянули полностью весь дом. В два швеллера. Видите, вот снаружи залили фундамент. То есть усилили полностью, усилили дом. Утеплили, оштукатурили, покрасили. Сегодня в доме есть газ, электричество и тепло. И уже второй раз приходил наладчик проводного интернета. Его визит – один из главных показателей полноценного обустройства быта. Региональный образовательно-досуговый проект «Активное долголетие» стартовал в области в июне прошлого года по нацпроекту «Демография». Цель – вовлечение граждан старшего возраста в творчество, занятия физкультурой, получение новых знаний и навыков. Алла Барсякова всю жизнь проработала инженером. Говорит, как вышла на пенсию, не знала, чем заняться. Решила посвятить свободное время английскому языку. Учила семь лет. После решила стать наставником и для своих друзей. Сегодня у нее уже несколько групп. Я продолжаю до сих пор еще изучать язык. Остановиться невозможно, потому что изучить – это немыслимо, чтобы освоить его в столь короткий срок. Люди изучают школы, институт, общаются с носителями языка. Когда ты видишь, что люди чего хотят, и ты, в общем-то, уже знаешь, как это помочь, и в то же время быть одновременно и учителем, и учеником – это так здорово. Ты, ведь, чем больше ты повторяешь, тем лучше ты узнаешь. Как бы это ни звучало парадоксально, проект «Активное долголетие» довольно молодой. Стартовал он в июне 23-го года, но сегодня в него вовлечены все муниципальные образования. На 400 площадок предусмотрено больше 600 мероприятий по 15 направлениям. Что они делают? Это мастер-классы по изготовлению пирогов, по плетению из бересты, по изготовлению игрушки из шерсти, по росписи керамических изделий. И даже сегодня, вы смогли убедиться, у нас было столько удивительных площадок, где сами жители, которые раньше пришли к нам просто как участники, а сейчас они сами стали зачинателями, организаторами площадок. Одна из таких площадок – мастер-класс по изготовлению окопных свечей. Изготавливают их в комплексном центре соцобслуживания. Также здесь плетут маскировочные сети, в общем, активно помогают фронту. «Мы готовим только лишь бумажные заготовочки, вот в таком виде. А парафином заливает церковь. В Канищево, Преображенская церковь заливает парафином. У них специальная плавильная установка есть. Ну и вот все стараемся сделать для нашей победы». Всего в клуб активного долголетия входит больше 600 долголетов, как они сами себя называют. Возраст разнится. Нижняя планка – 55 лет, верхний – нет. Однако авторы проекта уточнили, что в регионе есть несколько истинных долгожителей, которым больше 90 лет. И они вполне себе активные участники клуба. Повышают компьютерную грамотность, изучают английский язык. Порой даже ни в чем не уступая детям и внукам. Банк России обозначил новые цифры по росту инфляции в регионе за первый месяц этого года. Тенденция пока вверх. Показатель вырос на 0,2%. Причина роста цен в регионе довольно спорная с точки зрения простого обывателя – увеличение сдержек производителей, которые тут же увеличили цены буквально на все. Разве что на продовольственные товары рост несколько замедлился. Еще одна причина – нехватка персонала. А тем, кто есть, предприятия повысили зарплату. Продовольственная инфляция увеличилась почти до 8%. По-прежнему актуальна для производителей проблема нехватки кадров. Предприятия стремятся удержать сотрудников, а дополнительные затраты переносят в цены. Еще одним важным фактором является удорожание сырья. С этим столкнулись, например, производители конфет. Какао-бобов собрали меньше из-за неблагоприятных погодных условий, поэтому на мировом рынке они стали дороже. Себестоимость кондитерских изделий выросла, что привело к изменению в рознице. Увеличился и годовой темп прироста на непродовольственные товары. В чем-то даже по самым необычным причинам. Например, на одном из крупных нефтеперерабатывающих заводов сломалось оборудование. Недолго думая, нефтяники тут же подняли оптовые цены на топливо. Рост цен на косметику связан с увеличением затрат на закупку импортного сырья и обслуживание зарубежного оборудования. В общем, отговорок у производителей в избытке. Инфляция в сфере услуг снизилась до 5%. Ежегодное изменение стоимости проезда в транспорте в январе 2024 года было меньше, чем за год до этого. К тому же затронуло не все маршруты. В итоге рост цен на поездки замедлился. И все же базовая инфляция в регионе увеличилась. В январе это 6,15%. ЦФО показатель этот больше – 7,3%. Рост идет плавно. Инструментарий Банк России позволил несколько замедлить инфляцию. Эксперты Банка России считают, что для устойчивого снижения инфляции необходим длительный период жестоких денежно-кредитных условий. Прогноз пока тот же. В этом году инфляцию ждут в 4-4,5 пунктов. Запрет рекламы VPN, правила оформления краткосрочных полисов ОСАГО и винные этикетки с крупным шрифтом. С марта этого года в стране вступает в силу ряд новых законов. Начнем с выплат. С марта повысят пенсию 80-летним. Заявлений для этого никаких подавать не нужно. Перерасчет произведут автоматически. Пособия увеличат и тем, кто получает пенсию по инвалидности. Сумма выплат станет больше, если в предыдущем месяце гражданину была установлена более тяжелая группа. Важно отметить, доплаты устанавливают только один раз и только по одному основанию. То есть или возраст, или инвалидность. С марта под запрет попадет реклама сервисов VPN. То есть, если какой-то сайт поделится секретом о способе обойти запрет, то будет попросту заблокирован. Запрещено не только рассказывать, как пользоваться VPN, но и рекламировать его. В Госдуме пояснили, что хотят уберечь Рунет и его пользователей. Однако сам VPN по-прежнему не запрещен. Депутаты говорят, дескать, сервис этот необходим отечественным компаниям для работы. Авторы следующей инициативы отметили, что ежегодно в России образуется порядка 600 тонн высокоопасных отходов. А объективную информацию об утилизации предоставляют далеко не все предприятия. Теперь за сокрытие или искажение информации об отходах предприятие получит штраф до 150 тысяч рублей. Речь идет о ртутных и люминесцентных лампах, градусниках, аккумуляторах и другом мусоре, который не распадается. Рассматривать дела о таких правонарушениях будет Росприроднадзор. Хорошие новости для зоозащитников. Со следующего месяца начнут действовать новые требования к местам торговли животных. В них закреплены размеры клеток и вольеров в зависимости от возраста и веса животного. Плюс в документе закреплены требования к освещению, температуре и влажности воздуха. Отдельно прописано, что у кошек в вольерах должны стоять когтеточки, а у щенков и котят прорезыватели для зубов. Единственное исключение в новом документе – требования не коснутся продажи животных самозанятыми. Изменятся требования к маркировке вина. С 1 марта на этикетке будет в обязательном порядке указан производитель, сорт, место происхождения и год урожая винограда. Притом большим шрифтом. Так, к примеру, год урожая 12-м, сорт не меньше 8-го. Наступила календарная весна, но придет ли вместе с ней весна климатическая? Пока синоптики в этом сомневаются. О прогнозах метеорологов на ближайшее время прямо сейчас. По прогнозам синоптиков, на большей части русской равнины почти весь март на Земле продолжит лежать снег, а на градусниках держаться минус. Более того, в некоторых регионах на старте календарной весны вероятно суровые зимние морозы и обильные снегопады. Согласно предварительному прогнозу, который озвучил научный руководитель гидромедцентра Роман Вильфанд, из-за обилия снега, который регулярно выпадал в России все последние месяцы, температурный фон в начале календарной весны будет ниже климатической нормы. А март 2024 фактически станет еще одним зимним месяцем. При этом специалист предупредил, что погода на старте предстоящей весны будет неоднородной, с резкими температурными перепадами. По словам синоптиков, в умеренных широтах климатическая весна никогда не наступает 1 марта. Ледоход на реках начинается в самом конце марта, порой даже в начале апреля. Снег сходит с полей в апреле. Грачи прилетают в третьей декаде марта. Поэтому, по словам синоптиков, климатическая весна в регионах центрального и северо-западного федеральных округов начнется в апреле. В марте же, по прогнозу Гидромедцентра, воздух в лучшем случае будет прогреваться до плюс 5-7 в светлое время суток и опускаться за минусовую отметку ночью. Более того, в некоторые дни при дневном свете будет по-зимнему холодно. На Руси 27 февраля называли днем Кирилла весну Кащика, поскольку по погоде в этот день судили о весне. Если она оказывалась хорошей, как, например, в 2024 году, это предвещало грядущие морозы. На этом все новости к настоящему часу. С вами была Марина Романюк. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова